Так, влезем в текст основный и ищем описание про кирпу. Текст пометили и будем с ним работать дальше. Может быть использован кратко и компонент. Он не считывает в формате ремнида и в прошлом году отпраздновал свое 50-летие. Антисептики. Натисептики. Возьмем. Попробуем. Попробуем. Смотрим, что появилось. Смотрим дальше. Возьмем. Деморианды. Солистос. Акти. Солорода. Идём в таблицу, то что файл в работе, я помечу его жёлтым. Придётся брать из презентации, а что такое? Там конкретное описание продукта в таблице не очень подходит, но подходит. Видите, как удобно, можно столетовать текст из любого места в сайт, и после его удаления формата, он приобретает вид нормального текста для сайта. Суть использования панели администрирования заключается в том, что при работе в визуальном редакторе текст приобретает формат в соответствии с макетами сайта. И нам это очень важно, поэтому надо очищать его от формата, чтобы у нас не вылезали другие шрифты и цвета, или какие-то оформления текст по дополнительству. Так, давайте подключим ещё один. Так, давайте подключим. Что же это? Добавляем полный текст. Мы разомнили Вот тут, можно приобретаем. Что же это? Вот тут обновлежируем. Н́сминь. В нём это очень не видно, поэтому я и бис. Создаем новую группу. Система медицинского отбеливания дубов. Отображать. Теперь нам нужна картинка. Мы сразу лезем в ромашку. Мы знаем, где искать картинки. В картинках. Мы сейчас залезем в интернет и там качнем логотип. При поиске таких файлов что нам важно? Вот хороший логотип. 2500 подходит. Смотрим. В полном объеме он не так важен. Но мы будем иметь большую картинку. Ее загрузим. Вот мы ее уже в загрузке скачали. Во-первых мы ее загрузили сюда. Из загрузок сразу надо эту картинку извлечь. И перенести ее в картинки. Вот. В картинке. В картинке. То есть он тут пока валяется, а потом мы ее используем. Мы создали новый раздел. Группа продуктов. Вот она отображается здесь. И здесь мы обновим. Вот. То есть видите какой максимальный размер картинки может быть. У нас она немножко почему-то уехала. Что с этим делать? Ничего страшного. Вот обращу внимание. Видите как эти все вроде к левому краю поближе. А этот как будто выпадает. Видите как он выпадает на самом деле. Близко к тексту. Почему такое может быть? Потому что у нас картинка размещена с полем. С белым. Ну с пустым полем. Поэтому она смещается. Что делать с этим? Демонстрирую. Надо посмотреть как она выглядит. Вот. Видите какой у нас запас поля. Поэтому он ее смещает. Что нам надо сделать? И вот так. Чипок. Обрезать. Выбираем чипок. Обрезать. Выбираем чипок. Закрываемая она сохраняется там же. А на сайте мы выбираем просто ее повторно. Такая подгонка будет. Никуда от этого не деться. Удалить. Да. Фотку мы это удаляем. Загружаем ее повторно. Только теперь нам надо ее искать. Естественно в картинках. Здесь. Но могло и получиться с первого раза. В этом ничего страшного нет. Лучше вот идти подобным путем. Вот. Он встал видите рядышком. Все аккуратненько теперь. Мы его сохраняем вот тут. В текстовых документах прекрасно. А вот этот текстовый документ мы тогда удаляем. Чтобы они не дублировались. Но это видите. Я работаю на маке. У меня все текстовые файлы. Они складываются в формат pages. А есть еще текстовые форматы. Docx и доки там и прочее. Они подходят только для windows. И вот эта недружба форматов приводит к тому, что при внесении изменений в текстовый файл для windows. Он предлагает, ну в общем система предлагает создать такой же файл с тем же названием, но с другим расширением. Мы посмотрим в админке. А есть ли у нас какие-то здесь подстраницы. Ну в Fitadent там время в Kine не должно быть. А вот в TP у нас есть наверняка какие-то подстраницы. Хотелось бы посмотреть, что у нас здесь вообще размещено. Зубные щетки. Краткое описание бренда для первого уровня. Фото. Отображать. Да. Но здесь мы пока никаких изменений выносить не будем. Надо разобраться для чего нам нужны. Вот мы показать продукцию. Посмотрим. Значит вот у нас есть отдельная группа, которая содержит несколько подгрупп товаров. Это группа средств TP. Вот нам надо здесь внести изменения, чтобы сделать правильные группы товаров. Мы продолжаем. Это второе занятие о том, как делать сайты. Я открываю техническое задание, которое у нас было. Открываю сайты. Что мы запомнили с прошлой встречи, что нам нужно работать параллельно в двух окнах. Поэтому я захожу на сайт и в систему управления. Сейчас мы создадим группы правильной продукции. Правильно? Итак, мы идем в раздел продукция. И смотрим, какие же у нас группы товаров. У нас есть зубные щетки, ершики межзубные, скребок для языка. Флоссы я, во-первых, отсюда выделил. Сразу создаем группу. Это подсказка продукт. Тут есть такая функция, что можно услуги между собой как-то объединять не по группам, а хаотично на выбор. И они могут... Это цепочки услуг. То есть мы предлагаем дополнительно покупателю, который ищет что-то. Какие-то товары, которые могут быть сопутствующими или их искали тоже. Мы возьмем новый каталог компании TP. Вот так вот. Продолжение следует...